Главный тренер, футбольного клуба шахтера и капитан команды, отвечают наши вопросы, это Сергей Ташов и Андрей Кремович. Пожалуйста, вопросы. Я здесь еще первый вопрос, логичный, в каком состоянии команда, какие последние новости, все-таки тренировка у вас была утренней, самая актуальная, Андрей? Ну, последние новости, в Бурно-России по какие-то программы, я сейчас пока вспоминаю, когда отошел от телевизора. А так у нас тренировались сегодня, на то есть тренировались, сидя в автобус, приехали, вот наша новость. А так, что у нас, мы знаем, что не будет играть у нас бота и зоки, и об этом все знают. А завтра будет состав, который вылет, будет начинал клубка. Сергей Талисович, Сергей Талисович, меня зовут, город Беларусь сегодня. Достаточно недавно в чемпионате страны в Витебске играли, проиграли тот матч. Для вас, для тренера, та игра, это плюс, что сегодня можно сделать какие-то выводы после поражения. Всегда хочется побеждать, чтобы чувствовать себя в тонусе, или вам все равно, что недавно в Витебске было это поражение? Ну, все равно не бывает, конечно. Естественно, мы и сейчас эту игру анализировали, потому что мы снова играем с той же командой. Система, она не может изменить структуру там глобальную. Поэтому надо снова просмотреть, снова просмотреть, плюсы есть в команде, есть минусы и так далее. И так, чтобы забыть матч, это неправильно, тем более. Наоборот, это матч, как бы, для нас информационный. На нем устроим пас подготовки, по слову, как обыгрывать. Тогда было с Исловичем играть три матча подряд, то же самое. Так и здесь сейчас второй матч. Мы, конечно, учитываем противоположение, постараемся эти ошибки обижать. Ну, а футбол уже покажет. Спасибо. Скажите, я вот не знаю, кому адресовать вопрос лучше. Вы играете в Витебске, ну, понятно, что на поле соперника получается так. А ваши болельщики, известно, сколько фанатов из Солигорска приедут вас поддержать много-немного? Все желающие приехали? Будут ли какие-то фан-зоны в Солигорске? Ну, вот сидит, просто служба не знает. Это и мой вопрос. Не много, когда 2000 человек приедут? А, как-то детска будет ощущаться. А билеты получат все 2000, все 2000 вот на стадионе, да? Да, их зайцы проверим. Андрей, тебе вопрос. О чем ты говоришь с ребятами на правах капитана, на правах вратаря, человека, который должен был одушевлять, дохладать? Что первое говоришь для того, чтобы подвести партнеров в идеальном состоянии психологического матча? До слова говорить ничего не надо, тут же все понимают, какая игра. Вот, поэтому, в принципе, готовимся, можно сказать, в обычном режиме, но, можно сказать, к необычной игре. Поэтому, да, другая специфика, вот. Ну, а тут уже все понимают, никого настраивать не надо особо. Фактор домашнего стадиона для Витебска, фактор полных трибун, насколько это влияет, в принципе, и с помощью чего, есть возможность для этого, может быть, включиться, решиться? Такие 8000, большинство явно будет поддерживать хозяина. Ну, когда на поле находишься, внимания особо там не обращаешь. Конечно, для футболистов в Витебске это будет большая поддержка. Ну, ничего, будем сражаться, как говорится. Еще вопросы? Если поздно стал завтрашний игр и говорить, будет ли он максимальным, если какие-то потери, сложности? Ну, мне сказали, что у нас в зелке и БК пропускают матч, об этом давно все знают, в силу карточек. А состав завтра все выйдет на разминке. Сергей Борисович, какие ключи к завтрашнему матчу, если говорить о какой-то тактике, может быть, в каких-то общих моментах, но вот за счет чего шахтеру реально обоградить и вспоминовать с точки зрения? Ну, самое главное, на один игру больше забить. Варианты другие. Бывает, футбол, суть игры в футбол, не дать свои правы забить, а бить чужие. Это как бы сильмяжная правда, которая много веков, наверное, в этом вече присутствует. Скажите, пожалуйста, предусматриваете ли варианты серии пенальти? Может быть, вы отдельно готовитесь, особенно Андрей Кокмантарь, может быть, изучает игроков Витебска в этом отношении? А на Плейстейшн? Да нет. То есть, ну, у каждого, может быть, каждый тренер может свой подход. Кто-то тренирует пенальти, кто-то не тренирует. Но я обычно слышу, кто много пенальти тренирует, их не часто выигрывает. Так.